Сегодня в Екатеринбурге начался снос еще одного особняка, принадлежащего людям, неоднократно попадавшимся на торговлю наркотиками. Двухэтажный краснокаменный дворец, записанный на имя Оксаны Горбуновой, является скромным пристанищем, широко известной в определенных кругах, как Мама Роза, цыганки Розы Бардиновой и Склонаглы. Постановлением Федерального суда номер 309-Б 26 марта 2001 года, эта постройка признана незаконной, произведенной с нарушением градостроительных норм, а именно, имело место незаконное занятие земли, несогласование проекта строительства, кроме того, вызывает большие сомнения и средства, на которые был возведен коттедж. Его строительство с учетом самой дешевой рабсилы обошлось не меньше, чем в 6 тысяч долларов, а между тем все члены семьи Кланаглы считаются безработными и неоднократно привлекались и имеют судимости за наркоторговлю. Суд постановил до 1 июня этого года ликвидировать два внушительных пристроя, по сути, большую часть дома, второй этаж, скромно названный мансардой, внушительный кирпичный забор, еще более скромно названный оградой и входной группы, крыльцо и прихожую. Это постановление было вынесено согласно решению комиссии по самовольному строительству. Немедленно свои услуги послому наркобаронского особняка предложил фонд «Город без наркотиков», уже имеющий опыт таких акций. Всем памятное разрушение дворца цыгана Махмуда, когда десятки бывших наркоманов с каким-то одним им ведомым душевным подъемом в несколько дней разворотили дом, построенный на деньги от продажи героина. Но в этот раз Аглы решили отказаться от такой услуги. Хозяйка дома в переулке Транзитном-6, Оксана Горбунова, невестка мамы Розы, пришла к мировому соглашению с Госстроя Архнадзором выполнить слом своими силами. Сегодня на дворе 5 июля, и журналисты решили проверить, как Роза Аглы притворяет в жизнь судебное решение и обещание своей невестке. И что же они увидели? Нормально. Нормально. За мной ходишь? Ходи. Ну и что? А забором у нас тяжело? Тебе никто ничего не дает. Ну и к этой камере, все же тяжело. Грубить-то долго были, нет? А нахуй это снимаешь? И, ребят, ты вообще дом снимаешь или ты ее снимаешь? Я ничего не понимаю, ты что делаешь? Ты дом снимай нас! Тихо, тихо, тихо! Градян, ну если я снимаю, 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 я снимаю. А вообще этот дом подобными скандалами известен давно. Чего стоит один только обстрел омоновцев с сыном мамы Розы, Ромой Бардиновым, по кличке Червоня. Вызывай, вызывай, подмогу! Стрелять, 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 стрелять! Уже тогда цыганка Роза впервые опробовала оригинальный способ общения с прессой. Наверное, так ее румыно-индийские предки отпугивали злых духов, покушавшихся на жилье. Сегодня она вновь попробовала применить свое секретное оружие. Ты его снимай! Да, она индарака упала! Кого-кого снимать? Не, звони, пусть сюда придет это! Или я сейчас чуть-чуть загну, блядь, не снимай! Впрочем, сегодня мама Роза превзошла себя, выдав сначала перл в духе Черномырдина, цитата «это вам здесь не это», а затем буквально палкой пыталась избавиться от репортеров, пришедших, с одним вопросом «почему?» слом до сих пор не начался. Оказалось, что возмущалась Роза Бардинова не напрасно, потому что все последние дни она в поте лица посвятила трудам правильным и снесла-таки крыльцо своего дворца и маленький пристрой. Ну все, вперед! Такими темпами дело пойдет действительно к 1 июня, постановление будет выполнено неизвестно только какого года.